«Вот так выглядят окраины Дамаска после трёх недель боёв. Мы в пригороде Аль-Кабун. Сирийская армия была вынуждена применить артиллерию и вертолёты, чтобы выдавить отсюда повстанцев. Многие жилые дома и магазины превратились в груду развалин. За продовольствием местные жители обращаются в красный полумесяц и всемирную продовольственную программу. Раненые в боях за Дамаск не перестают поступать в столичные больницы. Корреспондент Евронюс посетил военный госпиталь в квартале Аль-Кусур. Они открыли Панамагонис переносных ракетных установок. В это время мы прочёсывали один из кварталов Дамаска. Спрятавшийся в многоэтажном доме снайпер попал мне в спину. Рассказывает этот солдат. «Я получил множественные осколочные ранения, в том числе в глаз. Пострадала роговица. Повстанцы приблизились и стали говорить мне, почему ты поддерживаешь режим, почему ты не дезертируешь. Они оскорбляли власть, нашу страну и всё святое», — говорит другой. По данным Сирийской обсерватории по правам человека с начала антиправительственных выступлений в Сирии погибли более 20 тысяч человек. Проверить информацию сложно. ООН прекратила статистику жертв. Госпиталь в Аль-Кусуре как чёрный ящик сирийского противостояния. Он позволяет измерить всю глубину трагедии, передаёт из Дамаска наш спецкор Бараба Ирактар.